За час до того, как высокие начальники должны были перерезать красную ленточку, полицейские перекрыли улицу Ленина возле Нового рынка. И на праздничный митинг по случаю открытия детской поликлиники стал стекаться народ. Именно тот, для кого эта поликлиника и предназначена. Я думаю, что наконец-то откроется хорошая больница с хорошими врачами. Я думаю, что, наверное, завезут в эту больницу новую аппаратуру. Место побольше, поудобнее, наверное, и поближе к дому. У детских докторов сегодня тоже счастливый день. Никто и не скрывает, что надоело быть в роли квартирантов сегодняшнего дня, а не хозяева роскошной поликлиники. Даже погода сегодня смилостилась над нами и разрешила провести открытие детской поликлиники все-таки без дождя. Долгих шесть лет мы ждали этого события. Самое главное, что наши дети, будущее нашей страны будет получать, я думаю, только профилактическую и, конечно, в малом случае лечебную помощь, но в прекрасных условиях. Сегодня коллектив из 80 человек получает в подарок поликлинику, оснащенную по всем современным видам инструментария и техники. В этих стенах с завтрашнего дня приступят к работе специалисты только высшей и первой категории, а медицинские сестры – грамотные и сердечные в отношении к маленьким пациентам. Шесть лет жизни оторвало это здание. Хорошо, что мы сделали. И думаю, что это будет местом не только улучшения здоровья детей, но и самым лобным местом в городе Полевском. Вообще самое красивое здание. Хочется, чтобы с детям было комфортно, родителям удобно, и чтобы наш уровень медицины подтянулся до того же уровня, который у этого здания. Директор подрядной организации «Строй-Сити» говорит, что совесть строителей перед городом Полевским и маленькими пациентами чиста. Все работы выполняли на совесть и, насколько позволяли, средства. Всегда есть сложности в строительстве. Здесь не без этого тоже были трудности, конечно. Но все вопросы решены совместно с управлением городского хозяйства, с проектными организациями. То есть результат налицо, все понятно, работы завершены. А то, что работы завершены сегодня, видит весь город и гости праздничного и торжественного события. Уважаемые полевчане, уважаемые гости нашего города, сегодня действительно для всех нас торжественное и знаменательное событие. После долгих лет мы все-таки вводим в эксплуатацию нашу новую, я подчеркиваю, новую детскую поликлинику, потому что получилось действительно прекрасное здание. Самое современное оборудование здесь на 500 посещений в смену наших ребятишек. И, конечно, самая большая радость для детей и их родителей. И хочется пожелать докторам, которые будут там работать, не лечить в основном, а заниматься профилактикой, чтобы наши детишки были здоровыми. Глава города благодарен за помощь и поддержку в строительстве поликлиники губернатору Свердловской области, правительству Свердловской области, трубно-металлургической компании, Северскому трубному заводу. Что такое программа здоровья, национальный проект здоровья для Уральского федерального округа и для Свердловской области? Это 50 миллиардов рублей, которые выделяются ежегодно на этих целях, на условиях софинансирования субъектами. Четверть финансирования берет на себя бюджет субъектов. Это 19 центров здоровья для детей. Это профилактика заболеваний для подростков и программа реабилитации подросткового здоровья. Это такие поликлиники, как та, которую мы открываем сегодня. Уважаемые поливчане, сегодня прекрасный праздник в вашем городе. Город получает подарок. Подарок, который должен радовать, лечить, консультировать всех детей города Поливского. И я думаю, это не последний подарок города Поливского. И впереди очень большое будущее. Сегодня Николай Александрович сказал о той программе, которая развернута в Российской Федерации, в Уральском федеральном округе. В этом году на эту программу в области будет израсходовано более 6 миллиардов рублей. А в целом за программу только на детство будет израсходовано более 4 миллиардов рублей. Вы знаете, с городом Поливским, с северским трубным заводом, трубная металлургическая компания связывает свои стратегические планы. И сегодняшняя жизнь города Поливского, она неразрывно связана с развитием производства, с развитием, с реконструкцией северского трубного завода. И вот торжественный момент, которого все ждали почти 6 лет. Гостей приглашают посмотреть новую поликлинику. Впечатления самые лучшие. Светлые коридоры. Есть кабинет охраны. Все как положено. Смонтировали пульт, сигнализация. На первом этаже лаборатория и молочная кухня. Кабинеты педиатров и узких специалистов располагаются на втором и третьем этажах. Просторный физкабинет. И правда, сюда только ходить на экскурсию. Болеть запрещено. Ольга Фролова, Никита Кривченко. Новости нашего города.